Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев по поручению президента сегодня провел выездное совещание в столице Коми. Чтобы вы понимали, кто возглавляет Совет Безопасности России. Патрушев. 19 мая. Радиоактивное облако идет на Западную Европу. Украине тоже помогли. Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации. Семь дней спустя. Облако никуда не пришло. И не могло прийти, потому что его никогда не было. Зато вот в России были и есть две другие вещи. Первое. Сборище кретинов во главе страны, несущие бред про радиацию, иблисов, боевых комаров и женские половые гормоны в пиве. Второе. Огромная ватная масса, которой пропаганда скармливает этот бред и которая все забывает через день, чтобы принять новую порцию бреда и лжи. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время. Но все-таки кое-что помню еще. Пусть дальше продолжают пить пиво. Там, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. Если бы у бабушки, знаете, были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Это потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Потому что, ну, все-таки переговорный процесс. Мы, в отличие от некоторых наших партнеров, все-таки стараемся культуру дипломатических переговоров выдерживать. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? С нами сыграли вот в эту игру. Кто первый моргнет или взять, как говорят хулиганы, на понт хотели. Я по-другому даже не могу сказать. Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы, комары. Россия известно, что в лабораториях изучают мигрирующие виды для того, чтобы выявлять патогены. Это обычная практика. Но вот только летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы. Так же, как и Россия. Я просто охреневаюсь украинцев. Они вырастили гусей спецназовцев, построили биолаборатории, создали центры психологических операций и оккультные бригады. На что вообще рассчитывала Россия, когда к ним сунулось? Что можно противопоставить народу, тренирующему боевых комаров? Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса, имеющихся в их распоряжении, гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценария цветных революций. Их авангардом по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры. Гойда! За нами Россия, с ядерным оружием, с армией, с мобилизацией. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Ура! 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 Гойда! Победа будет за нами. Война более жестко, более крепко, более наступательно и более беспринципно, чем сейчас происходит. Наши военные – это великие герои. Это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил. Семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. Мамы не было образования даже среднего. Она просто была рабочей. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. На яхте к своему дворцу подплываю, ветер дует, я пуховичок лоропиано за полтора миллиона рублей застегну, красную икру в два слоя на бутерброд намажу и думаю, как там россияне мои, как россияне. Пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Твикс уже по одной палочке продают. Адаптировалась экономика. Адаптировалась. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок по импорту и по экспорту создать. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. 4206 рублей. Это зарплата, которая пришла на карточку призывнику из Красноярска за месяц в учебке. Путин говорил, что 195 тысяч придет. А пришло 4206 рублей. Просто экономика адаптировалась. Просьба отнестись ко всему с пониманием. Вообще президент России никому ничего не должен. Продолжение следует...